МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуска информационной программы «Есселяк парад» в студии Тамерлан Клеубаев. Число заражений коронавирусом в регионе вновь увеличилось. КОВИ-19, по информации областного управления здравоохранения, зафиксирован у 124 человек за прошедшие сутки. В настоящее время на инфекционных стационарах проходят лечение 569 человек при заполняемости 32%. А вот смертельных случаев от коронавируса в области за прошедшие сутки не зарегистрировано. Количество выздоровевших – 28 243 человека. Что касается вакцинации, то сегодня 259 863 североказахстанца получили первый компонент прививки. А 242 766 человек прошли полный курс вакцинации. За молодым поколением будущее. Именно ему предстоит продолжать строить независимый Казахстан и укреплять позиции страны на международной арене. На территории северного региона проживает 99 тысяч человек в возрасте от 14 до 29 лет. Это, кстати, всего 18% от всего населения. Какие возможности на сегодня имеет молодежь, расскажет Илья Кудряков. Реализации молодежной политики сегодня уделяют особое внимание. В нашем регионе действует 14 ресурсных центров, 31 комитет по делам молодежи и 44 неправительственные организации. Все они нацелены на вовлечение подрастающего поколения в волонтерскую деятельность, участие в общественной жизни области и страны, решение социальных задач и информирование молодежи о мерах поддержки со стороны государства. В 2021 году по линии управления сумма государственного социального заказа среди молодежных НПО составила 47 миллионов тенге. Наряду с этим районы области активно размещают социальные заказы. В текущем году уже размещено заказов на сумму более 10 миллионов тенге. В области реализованы такие проекты, как проведение слета волонтеров АСАР, организованный республиканский дебатный турнир, оказывается поддержка молодежи с ограниченными возможностями и молодых семей. Ведется трудоустройство в молодежные трудовые отряды Жасл-Ель. Одной из перспективных программ на сегодня является контракт поколений. В нашем регионе проект пока работает в пилотном режиме. На место сотрудника предпенсионного возраста руководитель предприятия берет молодого специалиста на 6-месячную оплачиваемую стажировку. И после выхода действующего работника на пенсию, его место занимает уже подготовленный специалист. С начала года по данной программе трудоустроено 9 человек. Однако загвоздка заключается в том, что не все предприятия готовы пойти навстречу и сейчас уже готовить молодежь на смену своим сотрудникам предпенсионного возраста. Поэтому я считаю, что нам нужно проводить более информационную работу и самое главное не только среди молодежи, но и среди потенциальных работодателей. Это же не автоматически, он сразу будет трудоустроен. Он должен себя зарекомендовать, он должен показать свое трудолюбие, он должен показать свою дисциплинированность и так далее, и так далее. Он должен показать свои навыки. Пока еще молодого, но вместе с тем, у него должен быть такой потенциал определенный. Это очень хороший механизм, который должен быть реализован, расширен, масштабирован в обязательном порядке. Здесь надо вопрос взять на контроль соответствующий. Формирование здорового образа жизни, повышение правовой культуры, обеспечение преемственности поколений, экологическое воспитание молодежи и многое другое. За все это отвечают молодежные ресурсные центры. Кроме этого, каждый желающий может обратиться в МРЦ за консультацией и узнать, какую поддержку может предоставить государство в трудоустройстве или развитии своего дела. Мы наладили сотрудничество с комитетами по делам молодежи на предприятиях, организациями образования, социальными учреждениями, департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям. Вместе с ними мы проводим адресную работу с молодежью, а также необходимые профилактические мероприятия по недопущению правонарушений. Молодежные ресурсные центры активно взаимодействуют с неправительственными организациями. При поддержке центра района Макжана Жумабаева неправительственная организация «Жасталингер» реализует социальный проект «Кумек» по помощи пожилым и маломобильным людям. Еще одной особенностью деятельности молодежных ресурсных центров должна стать возможность открытого диалога с представителями разных сфер деятельности, чиновниками и представителями правоохранительных структур. Должна быть такая постоянная действующая площадочка, на которую будут приходить госорганы. Вы, вернее, будете их приглашать, и они в обязательном порядке должны приходить туда, приходить, ставить острые вопросы, неудобные вопросы и так далее, и так далее. Вот мне бы хотелось бы, чтобы вот в такой форме эта площадка, она существовала. Я приду с удовольствием. Особое внимание также уделяет поколению НИД. Так называют молодых людей, которые не учатся, не работают и находятся в группе риска. Для них проводят консультации с разными специалистами. Ярмарки, вакансии для трудоустройства рассказывают о мерах государственной поддержки. Молодежные отряды Жасыл-Ель, программа «Бизнес-Бастау», первое рабочее место – «Контракт поколений». Это далеко не все проекты, благодаря которым трудоустроить удалось сотни человек. Если в 2020 году количество молодежи из этой категории составляло 6 936 человек, то по итогам третьего квартала текущего года – 5 637. То есть снижение составляет 1299 человек. Это неплохой результат. Мы видим, что это результат той работы, которая проводится всеми государственными органами, молодежи, молодежными ресурсами, центрами, молодежными объединениями и так далее. Поэтому очень важно эту работу продолжить и улучшить, усилить. Такая комплексная работа позволяет проводить своевременную социализацию молодежи нашей области и готовить их к активной взрослой жизни. Илья Кудырьков, Анатолий Белонок, Служба новостей. Это были все новости. К ближайшему часу увидимся в 17.30.